сейчас построим следующую топологию и сконфигурируем интерфейсы под определенные ip-адреса ip-адреса будем брать из приватных сетей из сети класса а и сети класса b все сети у нас будут класса c у нас первый роутер второй третий первый и второй связаны по ethernet с помощью кросс кабеля соответственно второй и третий первый и третий связаны через последовательные порты при этом у нас первый роутер будет dce а третий dte при соединении по последовательному интерфейсу у нас задействуется два адреса но при этом должна быть задействована целая сеть поэтому для того чтобы более экономно использовать сети реальные сети у нас режут их на маленькие кусочки чтобы в каждой сети было только по два хоста но большие накладные расходы сразу возникают в ip версии 6 эту проблему решают тем что создан специальный класс сетей для соединения типа . . итак давайте построим такую сеть выбираем роутер дженерик соединяем их ethernet 0 ethernet 00 и последовательным кабелем выберем кабель dte тогда и начинаем соединять от устройства dte устройство дте вот это маршрутизатор щелкаем сериал 2.0 все щелкаем сериал 2.0 давайте их переименуем кстати вот у нас внешний вид опять нулевой и первый это ethernet и второй третий это последовательные порты тут оптика и так ноу нажимаем консты и на вкладке конфигурации внешний вид тоже меняем на роутер 1 точно так же для второго роутера и на вкладке конфигурация меняем и на вкладке конфигурации тоже меняем чтобы был роутер 3 вот у нас такой вид получился вот такой вид теперь давайте на схемке обозначим лейблами наши сети для того чтобы красивая картинка была итак тут у нас сеть 172 16 10 1 дробь 24 щелкаем 172 16 10 2 дробь 24 вот у нас получилась такая картинка теперь мы можем сохранить эту картинку выберем печать видимое логическое пространство печать файл и набираем название картинки png и печатаем то есть таким образом вот это наше пространство будет сохранено в файл png который мы потом можем вставить в наш отчет теперь мы сделаем следующее подымем интерфейс ethernet 0 и дадим ему описание для того чтобы в дальнейшем в конфиге мы видели что это за интерфейс такой комментарий мы в конфигурации находимся интерфейс ф 00 нулевой слот нулевой интерфейс на нулевом слоту но дадим и дадим description ethernet он роутер один control z show интерфейс вот у нас description появился и интерфейс поднят q выход и давайте также подымем интерфейс последовательный и интерфейс на роутере 2 и роутере 3 интерфейс с 20 но еще до интерфейс интерфейс 0 0 но shut down и на третьем роутере интерфейс последовательный conf t интерфейс f мы уже в конфиге были интерфейс с 2 0 но shut down при конфигурации последовательных интерфейсов нужно задавать тактовую частоту тактовая частота задается только на dce на dte он ведомый ничего задавать не надо давайте мы на первом роутере убедимся что у нас dce control z show controllers конкретно s 2 0 и вот у нас видите что он dce протокол v35 и clock rate поставлен 2 миллиона 2 мегабита давайте мы на 64 кбит поменяем clock rate для этого переходим конфигурацию интерфейс s 2 0 давайте посмотрим clock rate какой может быть clock rate вопросительный знак без enter и у нас видим что clock rate изменяется от 1200 килобит до четырех тысяч до четырех миллионов до четырех мегабит мы давайте поставим 64 килобита 64 тысяч так вот так вот control z и давайте посмотрим опять тут видим clock rate сменился только только на dc я посмотрите посмотрите теперь ваши интерфейсы всю информацию занесите в отчет теперь давайте посмотрим как работает cdp cdp мы посмотрим на первом роутере потому что к нему подключены два соседа значит control z show cdp show cdp interfaces на каких интерфейсах он поднят дело в том что мы можем опустить cdp на некоторых интерфейсах если они слишком медленные для сохранения полосы пропускания либо для безопасности show cdp соседи да neighbors вот у нас рядом роутер 2 и роутер 3